Друзья, посмотрим сегодня на реновационные дома в Тексильщиках, в районе Тексильщики. И вы знаете, что интересно, практически все реновационные дома, они сосредоточились вот здесь, в принципе, на небольшом участке от вот этой улицы Артюхиной и, соответственно, до Люблинской улицы. То есть вот в этом 11 микрорайоне Тексильщики и в следующем 7 микрорайоне Тексильщики, там за улицей Чистого, там где сейчас строится дом, посмотрим. Вот как-то так получилось. То есть, в принципе, здесь 5 домов. Там 2 дома уже построены, вот, по реновации. Один дом строится, вот мы сейчас, я говорю, увидим там за улицей Чистого. Ну и, соответственно, 2 пока еще только проектируются. Они все фактически вот были здесь сосредоточены именно вот, в принципе, здесь вот, как раз в этом, вот как бы в таких вот пространствах. Ну чем это связано, я, как бы сказать, не знаю, то есть, в принципе, как бы в чем-то, как бы, логика, да, здесь вот этого всего, как бы, момента. Ну, возможно, это связано с тем, что, в принципе, ну, Люблинская улица, она считается центральной, в принципе, в общем-то, и в Тексильщиках, и в Люблино центральной улице. Ну и, в принципе, там вот, на Люблинской улице неподалеку находится метро Тексильщики. То есть, может быть, связано с тем, с близостью, скажем так, к метро, и как бы выбрали этот квартал. Ну, не знаю, но, может быть, просто как бы решили, что вот такой тип все рода полигона, да, вот, и давайте вот здесь вот и будем строить. Как бы начнем с этого, как бы, пятачка, будем его разрабатывать, скажем так. Итак, еще раз посмотрим на дом 21А 60-го года постройки, вот этот пятиэтаж, который попал в реновацию. Вот этот дом под номером 24, вот, 24, который был построен в 64-м году, вот эта пятиэтажка, которая тоже попала в реновацию. Ну, понятно, что этот дом, естественно, он не попал, ну, хотя нет, иногда такие дома попадают, в принципе. Он девятиэтажный, блочный дом, ну, здесь в данном случае он не попал. Нет, в других районах Москвы он попадает, ну, например, в Любережном районе мы видели. Да не только, допустим, хорошо, в Мневнике тоже попали такие вот дома, проспект Пернадского тоже там. Ну, в общем, кое-где есть, хотя, конечно, не так много, но попадается. Так вот этот, да и попал, и так вот этот 24-й дом, да, который попал в реновацию, вот этот дом у нас 26А. Вот этот пятиэтаж чуть в глубине находится, вот с детской площадкой, построена она была в 60-м году. Ну, обычный кирпичный пятиэтаж, которых влюблено много. Ну, вот опять еще один, да, девятиэтажка. Такая же вот параллельно находится их, естественно, тоже не попала. Ну, вот это, видите, это пятиэтажка попала, 26А. Ну, и, соответственно, еще 30-й дом тоже попал под снос по реновации. Вот она следующая, видите, какое чередование идет. То есть пятиэтажка, потом вот эта девятиэтажка, там в глубине пятиэтажка, снова девятиэтажка и снова пятиэтажка. То есть вот такое чередование идет. Домов тоже, как бы, некоторая такая есть. Определенная логика, да, при планировании этого квартала была, применялась. Ну, то есть сначала построили пятиэтажки, ну, а потом между ними добавили еще вот эти вот две девятиэтажки. Ну, в принципе, что в 60-е годы, ну, чуть попозже буквально, на несколько лет. Вот. И вот этот 30-й дом, 64-го года постройки, по улице Артюхина, он тоже попал в реновацию. Его тоже будут сносить. Ну, давайте посмотрим отсюда, соответственно. Вот она, проезжая часть, он непосредственно уходит на проезжую часть. Вот, неплохо видно. Ну, а теперь, что касается реновационных домов. Ну, вот первый дом. Вот первый дом реновационный. Вот номер 28А. Причем, что интересно, что здесь вот два новых дома построили не так давно, да. И они, два дома девятиэтажных. То есть, если, допустим, вот в Москве возмущаются тоже люди, да, что строят там 14, 17, там 20-этажные, 30-этажные и так далее дома. Ну, то есть, высотные. То есть, смотрите, построили девятиэтажку. Вот. Причем, построили ее в 2019 году. На месте снесены пятиэтажки. Тут была пятиэтажка. Ее снесли. И построили вот такой вот дом. Панельный. Девятиэтажный дом в 2019 году. Ну, то есть, грубо говоря, около года назад. Одно на 28А. Здесь стояла девятиэтажка. Ну, а построили вот этот вот дом, 28А. Видите, чуть глубине квартала. Ну, тут довольно тихо. И, в принципе, я думаю, жизнь здесь достаточно благоприятна для людей. Еще раз посмотрим с торца на этот дом. Так, более... Вот так вот. Панельный дом. 28А. Вот. Ну, соответственно, да, там будут сносить вот эту вот... Тридцатую пятиэтажку. Вот, видите, между ними. Так что все. Тоже. Ну, вот, можно еще раз посмотреть вот на эту пятиэтажку, которую мы уже видели. Да, под номер 26А. Вот. С 60-го года постройки. И вот на ее месте хотят строить еще один жилой дом. Он пока еще проектируется. Но хотят построить еще вот на этом вот пространстве жилой дом по реновации. Ну, я не знаю, то ли будут сносить вот эту пятиэтажку и потом на ее месте строить, что очень вероятно. Ну, возможно, как-то будут строить без сноса. То есть, как бы здесь где-то построить. Но я думаю, что, скорее всего, ее снесут. И вот будут строить как раз жилой дом по реновации. Ну, это как бы так вот. То есть, он пока проектируется и хотят его построить в 2022 году. Вот. Вот здесь как раз вот на месте вот этой вот перпичной пятиэтажки, которая попала под снос по реновации. А потом 26А, 1660-го года постройки. Вот он. Вот здесь будет еще один. Ну, очевидно, примерно такой же дом. Может быть, более высотный, я не знаю. Ну, скажем так, вот. Тут прям хотят сделать целый ряд вот реновационных домов. Ну, пока тут только два. Ну, вот этот. 28А. И сейчас еще мы увидим второй дом. Тоже похоже на него. 1,24 корпуса, 1. Вот. То есть, и хотят еще один, например, такой же дом вот вместо вот этого. И хотят еще здесь вот между ними уже построенными домами. Еще хотят здесь вот построить один дом. Как говорится, для полноты. Вот. Ну, если 22-й год, то, соответственно, уже работы должны начаться, в принципе, в ближайшее время. Ну, и вот еще второй дом. 1,24 корпус, 1, я говорил. И вот он, видите, тоже, кстати, девятиэтажный. Вот, обратите внимание. Вот. И, кстати, он чуть поуже, чем дом 28А. Видите, он не такой широкий, более узкий. И это вообще, надо сказать, дом был построен в 2018 году. То есть, к самом конце 2018 года. И это, скажем так, один из первых реновационных домов, и не только в текстильщиках. Ну, в текстильщиках это первый дом, но и вообще, в принципе, в Москве. Надо сказать, что в текстильщиках реновация началась довольно рано. Вот. То есть, как закон был принят в 2017 году. И, в общем, сразу стали фактически строить вот этот дом. Ну, буквально вскоре после принятия этого закона. И вот буквально за, ну, может, где-то полтора года, где-то так, плюс-минус, да, построили вот этот вот дом. 24, корпус 1, девятиэтажку панельную. Для переселенцев по реновации. И, кстати, на ее месте тоже стояла пятиэтажка. Вот. То есть, пятиэтажку снесли. Вот. И, соответственно, вот этот дом построили. Вот. Ну, здесь вот, напомню, это дом 30-й. Вот его, он попал в реновацию, его хотят сносить. И вот на этом месте, на этом месте проектируется еще один дом по реновации. Вот. Непосредственно вот здесь вот около вот этого дома 30-го. И там улица 6-го. То есть, здесь есть это на пересечении. Тоже есть в проекте еще один дом. Ну, очевидно, этот, наверное, будут сносить. И вот где-то здесь, вот на этом пространстве, соответственно, будут строить еще один дом. И хотят его построить уже к 2022 году тоже. Так что, вот, в принципе, работы здесь тоже, по идее, должны начаться. Так же, как и на месте дома 26А. Который мы видели. Вот. Так что, видите, пока здесь два. Дома. По реновации уже построенных и сданных, да. Один, вот это 2018-м, первый дом. Ну, а за ним уже и второй, в 2019-м году. Подробен 28А. И здесь хотят строить еще. Здесь один дом, да. И вот на месте 26А. Вот той пятиэтажки. Вот еще хотят строить, соответственно. Один дом. Так что, вот, будет тут, по идее, четыре дома. Ну, по крайней мере, по плану. Ну, вот такие вот, видите, детские площадки. Здесь, конечно, деревья были, все вырубили. Ну, при строительстве этого дома. Ну, вот, видите, пока деревья здесь туговато на этом участке. Вообще, фактически деревья очень хорошо. Ну, здесь вот, в принципе, ну, по крайней мере, неплохо, скажем так. Ну, вот, но здесь, именно на этом пространстве, как-то не очень. Ну, что ж, видите, четыре дома. И так, два построили, два проектируются. А это улица Чистово. Мы сейчас ее пересечем. Вот, и посмотрим, как строится дом по реновации прямо сейчас. Вот, здесь вот наркологическая, там, какая-то клиника. Вот, в одной стороне улица Чистово. И вот за ней как раз идет строительство жилого дома. Вот еще раз посмотрим, да, это, какие работы прямо идут здесь. И сосредоточились в 11 микрорайоне Тексильщиков. И пересекаем улицу Чистово. Сейчас, движение. А вот это вот как раз наркологическая клиника. Вот у нас и пересекаем улицу Чистово. Вот, видите, строится жилой дом. Ну, в отличие от этих девяти этажек, построенных в 18-19 годах, это дом уже высотный. Здесь уже, конечно, вот это, в принципе, типичный дом реновационный, которых в Москве строится полно в разных районах. Вот, это уже где-то в районе 16-17 этажей, наверное. Где-то так. И он будет как раз числиться по улице Чистово, дом 3А. Вот. Хотя он находится несколько в глубине квартала между улицей Чистово и улицей Артюхина. Вот этой вот как раз, которая там проходит. Вот числиться он будет по Чистово. Ну, по крайней мере, пока. Потому что, я не знаю, может, его там переименуют. Но пока по Чистово. Но, я думаю, скорее всего, адреса останется. Дом 3А. В принципе, вряд ли что-либо в этом смысле будет менять. Ну, сейчас мы посмотрим, что там с этим домом. Видите, площадка огорожена. Ставительство идет уже около где-то двух лет, по-моему, насколько мне понятно, да? Дом 3А. И здесь будет строиться два дома. Причем, дом 17 этажей. Причем, видите, получается даже два дома. Не один, а видите, два дома. Они как бы издали дают впечатление, как будто бы это один дом. На самом деле, это два дома. Ну, может быть, будет 3А, корпус 1, корпус 2, не знаю, как часто бывает. Ну, вот, видите, как. Фактически, дома-то уже подведены под крышу. То есть, видите, получается, что внешне, по крайней мере, они уже готовы. Ну, понятно, что еще отделка будет, да? И, естественно, и внешне, и внутри там, конечно, еще все совершенно не готово. Но, вот, по крайней мере, чисто внешне они уже под крышу подведены. Ну, вот два дома 17-этажных, видите, строятся. Вот. По улице Чистого, дом 3А. И, в принципе, я вот считал, что их хотели сзади еще вот в этом 2020 году, но явно не успеет, поэтому я думаю, что следующий год... Ну, так они сейчас и пишут, где-то 2020, 2021. Ну, конечно, явно в 2021 году. Тут даже нечего к бабке ходить. Это понятно. Что, сзади в следующем году. Ну, если все, конечно, так будет идти, как есть, ничего такого чрезвычайного не произойдет, то, по идее, должны сдать в следующем году. Вот, вот, пожалуйста, еще два дома. Это уже вот в этом седьмом микроинтексильщиков. А вот это дом 20А, вот, по улице Артюхиной уже. Вот это 3А по Чистого. А это вот 20А, видите, трехэтажный дом по улице Артюхиной. В 360-м году он был построен. Он, по идее, пойдет под снос, да? Вот. Сейчас посмотрим. Точнее. Вот еще один. Вот этот дом. Артюхиной 20А, как раз вот это пятиэтажка. С 60-го года постройки. Сейчас посмотрим. Не вот эта трехэтажка, а вот этот дом. Ну, вот такая небольшая бульварная часть этой улицы, кстати, посмотрите. Вот. Можно будет здесь погулять как-нибудь. Ну, это может тоже в следующем году или там как получится. Вот. Вот это пятиэтажка. Ну, в принципе, обычная кирпичная пятиэтажка. Ну, далеко не все, кстати, пятиэтажки попали на улице Артюхиной под снос. Ну, большинство, но не все. То есть есть некоторые, которые пока не попали. Они в стошке кирпичной, естественно, и вот они не попали. Ну, вот это попало. Дом. Дом 20. Да. Ну, вот очевидно, вот эта вот пятиэтажка как раз попала. Дом 20. Ну, ничего в ней такого примечательного нет. Ну, давайте еще посмотрим разок на этот дом строящийся. Ну, в принципе, более-менее мы уже видели, поэтому все более-менее понятно. Ну, и можно еще раз посмотреть с другой стороны. зайти. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...